Дорогая Церковь, братья и сестры, мы слышали уже проповедь из Нового Завета о Сретении, мы слышали также из пророческой книги Иеремии. Я вместе с вами хочу прочитать из книги Левит, это пятикнижья, третья книга в начале Библии, книга Левит, мы будем читать из 11 главы. Пока вы ищете это место в Библии, у кого есть, хочу поблагодарить Церковь вашу за такое активное участие в евангелизации на Рождество. Вы знаете, Бог использовал вас, ваших братьев, когда они послужили аппаратурой, приезжали, несмотря на непогоду, и наше служение было хорошим свидетельством для неверующих людей, также для администрации, для тех людей, которые посещали тогда эти такие богослужения рождественские. Вот, и за эти дни около 400 детей были привезены из детских домов, это были неполные семьи, это были дети-переселенцы. И был такой один из этих дней, когда, знаете, такая погода была, ну, снег, мне звонили все, будет служение, не будет служения. То я говорю, конечно, будет. И приехали с опытной станции, привезли детей, наняли маршрутку, привезли детей на это служение. Поэтому мы в этом видим Божье благословение. Пусть Бог воздаст вам, вашей церкви, за такое желание евангелизировать, желание участвовать в благовестии. Друзья, когда мы читаем книгу Левит, здесь в 11 главе, здесь говорится о нечистых и чистых животных. И, конечно, особенно первый раз, когда мы читаем эти слова, возможно, они нам непонятны, да, вот для чего это Бог дал такие постановления, для чего такие законы, как сегодня нам исполнять. То мы, конечно, должны понимать, что когда Бог открывал себя людям в то время, в Ветхозаветнее время, то прежде всего Господь хотел показать себя, свои качества. И вот, читая эту книгу Левит, мы видим, что Господь есть Бог Святой. Очень часто здесь сказано «Я Бог Святой». И поскольку Бог Святой, то Он отделен от всего греховного, Он отделен от всего того несовершенного, что окружает человека. И вот, когда мы читаем эти книги, первые пять книг Моисея, да, то в книге «Бытие» показано, как Бог сотворил этот мир и откуда взялся грех. В книге «Бытие» также показано, как у Бога был уже план, чтобы спасти людей от греха через Иисуса Христа. И уже тогда Бог готовил народ, из которого должен прийти Спаситель. Когда мы читаем книгу «Исход», то в книге «Исход» мы видим в начале Божий народ, израильский народ. Они уже народ, их уже несколько миллионов, но они находятся в рабстве, они находятся на чужой территории в Египте. А заканчивается книга «Исход», когда они уже свободны, еще не в земле обетованной, но они уже имеют святилище, они имеют скинию. Бог дал повеление, как построить скинию, чтобы этот народ свободный мог поклоняться Богу, правильно поклоняться, поклоняться так, как этого ожидает Господь. И нужно было именно на жертвенники сжигать жертвы. Нужно было священникам именно входить в святое место, в святое святых, для того, чтобы там стать заступниками, защитниками за народ, за грехи народа. И вот это все Господь указал. Когда мы читаем книгу «Левит», это третья книга, то здесь показано, что Бог святой, и вот как должны его люди ему поклоняться, как они должны жить. Именно в книге «Левит» мы находим указания о жертвоприношениях. Было несколько разных жертвоприношений. Священники должны были народ учить, как приближаться к Богу, когда нужно принести жертву всесожжения, когда нужно жертву мирную, а когда и жертву за грех. И вот в средней части книги здесь перечисляются такие требования, касающиеся чистого и нечистого. Это и одиннадцатая глава, последующие главы. И вот Господь хотел народ приучить к тому, что поскольку Он святой, Его люди, верующие, должны тоже свято поступать, свято жить в этом мире. И Господь регламентировал все стороны их жизни, и духовной, и практической, и бытовые вопросы, для того, чтобы их научить разделять. Все, что вас окружает, есть святое, есть чистое, а есть нечистое. Приближаться к Богу только можно через жертвоприножение, приближаться к Богу только можно, учитывая святое. Повседневной жизни должно быть чистое, а все то, что нечистое, от этого удаляйтесь. И вот поэтому израильтяне, когда они читали, слышали это, да, вот уже позже, то они должны были пересмотреть свое отношение ко многим вещам. Как Бог хочет от меня. И вот здесь в 11 главе, здесь сказано, мы читаем с 1 стиха. «Сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, скажите сынам Израилевым, вот животные, которых можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только этих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоенные, нечист он для вас. Тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоенные, нечист он для вас. Зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоенные, нечист он для вас. Свиньи, потому что хотя копыта у нее раздвоенные, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечистая она для вас. Мясо их не ешьте, к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Ну и дальше здесь говорится не только о животных, здесь говорится и о рыбах, и о присмыкающихся. И вот израильтяне должны были все это разграничивать и остерегаться того, чтобы не стать нечистыми. В конце этой главы здесь Господь опять напоминает, вот мы читаем в 11 главе, 44 стих и ниже, тоже это Левит 11, 44, «Ибо Я Господь Бог ваш, освящающий вас, освящайтесь, будьте святы, ибо Я свят, не оскверняйте душ ваших какими-либо животными, ползающими по земле, ибо Я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что Я свят». Я свят, и вы должны быть святы. Друзья, и богобоязненные верующие, богобоязненные израильтяне, они старались строго исполнять эти Божьи повеления. Возможно, они и не понимали всего. Возможно, кто-то помнит, когда в Египте они что-то могли, ну, видеть, или даже употреблять в пищу то, что было запрещено, но теперь по-другому, теперь они знают Божий закон. Это нечисто, к этому не прикасайтесь, этого не берите. И в последующей главе Господь тоже говорит, открывает эти же принципы важные, чистого, нечистого. Здесь говорится, и когда рождается ребенок, здесь говорится о больных проказе, здесь говорится о различных церемониальных таких, ну, физиологических процессах, да, которые делали человека нечистого. Мы не будем это читать. Но во всем этом Бог хотел показать, приучить свой народ, что вы особенный народ. Вы должны приближаться к Богу. Бог святой. Бог не потерпит грех в вашей жизни. Вы потеряете благословение. Вы потеряете Божье расположение. А может быть, даже навлечете на себя и наказание. Мы читали с вами из 11 главы, а немножко раньше, в 10 главе, рассказывается, как два сына Аарона, Надаф и Авиуд, когда они пришли в святое место и принесли чуждый огонь. Бог повелел огонь приносить туда внутрь, скинью, для того, чтобы там поддерживать горение светильника, только который взят с жертвенника. Они взяли что-то другое. И Господь очень строго их наказал, лишил их жизни. Написано, что тогда возгорелся огонь и поглотил их, и они погибли. Аарону и всем остальным родственникам запрещалось даже о них плакать, потому что они нарушили заповеди, они нарушили те предписания. И вот это все должно было выработать у Божьего народа вот такое отношение к Богу, что Бог наш великий, Бог наш святой. Он любит нас, Он благословляет нас, но мы должны приближаться к Нему так, как Он хочет. Не так, как мы себе представляем. Не так, как в египтяне поступали, когда мы были там. Но мы должны поступать согласно Его заповедям. Друзья, и сегодня мы с вами, как верующие уже Нового Завета, как христиане, последователи Иисуса Христа, должны, читая эти главы, читая эти стихи, тоже усвоить это важное правило, что Господь, Которому мы поклоняемся, есть Бог святой. Что в жизни христианина тоже должны быть такие моменты, которые мы понимаем, вот это свято, это чисто, а это не чисто. Это святое принадлежит Богу, это то, что Бог ожидает от меня. Это, так сказать, нейтральное, чистое, то, что Бог допускает, то, что возможно в моей жизни. А вот это уже не чистое, этого не должно быть. И каждый христианин должен иметь вот эти внутренние рамки, должен иметь вот эти внутренние понимания, что Бог не примет, что Богу не угодно. Мы должны рассуждать, мы должны искать в Священном Писании ответ. До этого даны служители в церкви, как священники. Вот здесь написано в 10 главе, он говорит, что вы, священники, вы должны отличать священное от несвященное, чистое от нечистого. Это 10 глава, 10 стих. И точно так же сегодня есть служители в церкви, которые должны подсказывать, должны говорить, вот это неправильно, это правильно, вот это делайте, это не делайте. И мы должны воспринимать это как не просто мнение человека, мы должны воспринимать это как Слово Божье. Для нашего блага, для нашего благословения, для того, чтобы нам сохранить себя от того, что будет неугодно Богу. Друзья, Господь наш есть Бог Святой. Конечно же, когда мы читаем Новый Завет, мы видим, что Иисус Христос, Он показал в Своем служении, что вот эти заповеди, касающиеся чистого, нечистого, они несли в себе важные принципы. Они показывали, что человек должен приближаться к Богу, освящаться, удаляться от всего греховного. Но суть была не во внешнем исполнении этих заповедей, а во внутреннем отношении к Богу. Суть была в том, чтобы человек, приближаясь к Богу, осознавал Его святость, Его величие, зависимость от Бога. Вы помните, когда Иисус Христос был на этой земле, то люди за Ним наблюдали, и очень часто, когда Его приглашали в дом фарисеи, то они наблюдали, а омывает ли Он руки, а соблюдает ли Он строго вот эти все церемониальные требования, которые были. И вы помните, что Христос не всегда это делал. Мы читаем Евангелие от Марка в 7 главе, когда Его пригласили в дом и наблюдали за Ним. Будет ли Он омывать руки, и насколько Он точно, скрупулезно соблюдает все требования церемониального закона, то мы находим, что Христос не соблюдал так строго все. Посмотрите, вот здесь вот в 7 главе написано второй стих Марка. «Увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли Его». Да, вот эти заповеди потом позже, уже в новозаветное время, уже были добавлены к ним многое, и многие вот эти церемониальные омовения, они ввели прямо в ранг, ну, такого необходимого обряда, который «если ты не сделал, значит, все, ты грешен, но при этом не заботясь о чистоте сердца». И вот Христос дальше своим поведением, своими действиями, Он показал, что заповеди-то нужно соблюдать, но вы не должны забывать о чистоте сердца. И дальше в этой главе, когда Он отвечает, Он говорит «слушайте Меня и разумейте». Марка 7,14 «Ничто входящее в человека извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда Он оставил народ, вошел в дом, ученики Его спросили о притче, Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево и исходит вон, тем очищается всякая пища». Далее сказал, «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это изнутри исходит и оскверняет человека». Точно так же, когда его пригласил Симон Фарисей, вы помните в Евангелии от Луки, в седьмой главе, пришла женщина, которая плакала у ног Христа, омывала слезами его ноги, и хозяин говорит, если бы он был пророк, он бы знал, что эта женщина нечиста, по закону нечиста, она не соблюдает все требования, она ведет такой образ жизни, что это делало ее автоматически нечистой. Но Христос ее не отверг. А вы помните, он там даже ее защитил. Он видел, что в сердце этой женщины есть раскаяние, в сердце этой женщины есть осознание грехов, осознание своего несовершенства. Эта женщина была нищая духом, и она не стеснялась об этом всем сказать, и пришла к Христу за прощение. И вот это как раз то, чего не хватало фарисеям, которые внешне соблюдали все обряды, но внутри сердца их не было чистым пред Богом. И Христос обличал их. Братья и сестры, и для нас здесь вот такой очень важный урок, что Господь, Он сам исполнил закон. Господь Сам свят, послушен. И нас, христиан, Он освобождает от вот тех церемониальных законов, которые были в Ветхом Завете, но не освобождает. От благовейного отношения к Богу. Воля Божия есть наше освящение. В Новом Завете в послании Петра сказано, что Бог ваш свят. Поэтому и вы будьте святы во всех поступках. И, конечно, мы видим, что Первая Церковь, когда они столкнулись, как вот относиться ко всем вот этим требованиям, да, церемониального закона, как исполнять это, должны ли язычники все в точности исполнять. Вы помните, что в Церкви возникла даже целая такая вопрос. Собрание было специально в Деяниях 15 главе, рассказывается об этом, когда решали, и вот тогда приняли решение, что да, мы не как христиане, мы получаем очищение. Каким образом? Верой в Иисуса Христа. Христос нас очистил. Христос за нас пострадал на кресте. Во Христе мы получаем новую жизнь. И поэтому мы можем принять веру, это прощение, это очищение, и сохранять себя дальше для жизни угодной Богу. Братья и сестры, и мы видим дальше, вот в Новом Завете сказано, здесь множество текстов, которые касаются повседневной жизни, чистоты христианина, да, его духовной чистоты. Написано о том, чтобы мы, находясь в этом грешном мире, чтобы мы сохраняли наши сосуды, чтобы мы, прежде всего, заботились о чистоте нашего сердца, чистоте наших отношений с Богом. В послании к Титу в первой главе мы читаем, что для чистых все чисто. Титу, первая глава, пятнадцатый стих. Для оскверненных, неверных, нет ничего чистого, но осквернены их и ум, и совесть. Во второй главе здесь написано, что благодать Божия явилась, Титу 2, 11, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Благодать, она очищающая, благодать научающая, благодать Божия была явлена для того, чтобы мы свято, праведно, целомудренно жили в этом мире. И вот этого от нас с вами хочет Господь. И размышляя над этим, да, давайте будем размышлять над нашей жизнью, вот, в моей повседневной жизни, в моем хождении, что чисто, а что не чисто. А вот, возможно, молодежи нужно задуматься, когда они посещают социальные сети, или если они открывают страничку интернета, да, что будет чисто, а что действительно будет не чисто пред Богом. Для людей постарше, возможно, это, ну, связано с просмотром передач. Я вспоминаю, как покаялась одна душа и задала вопрос пресвитеру, она сказала, ну, вот я верующий, а как мне теперь жить? Мне можно смотреть телевизор, или нельзя смотреть телевизор? И он ей дал совет, конечно, я надеюсь, что вы не будете смотреть то, что будет греховно, но если вы посмотрите новости, да, то это ваше право. Но человек должен для себя сам установить вот эти рамки, сам установить вот эти критерии, что будет правильно, а что нет. Что меня к Богу приблизит, а что меня от Бога отдалит. Что будет полезно для меня, а что будет вредно. Апостол Павел говорит, что все мне позволительно, но не все назидает. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Если что-то нами начинает обладать, если что-то нас начинает настолько привлекать, что мы не можем уже это контролировать, возможно, это уже стало не чисто для нас. Поэтому Господь хочет от нас вот такого правильного отношения, правильного понимания. И возможно это только тогда, когда мы имеем общение с Господом, когда мы пребываем в Его Слове, когда мы имеем общение с Церковью, с народом Божьим. Братья и сестры, сегодня мы прекрасно слышали и пение, и стихотворение, и проповеди. Бог наделил дарами своими церковь свою. Бог даровал дары, да, мы слышали и детское пение, и молодежь, и людей постарше. Для чего? Чтобы через это происходило наше с вами назидание. Через это Бог говорит к нам сегодня. И Он хочет, чтобы мы это в нашей жизни, на протяжении этой недели, последующих дней, чтобы мы это исполняли и приближались к Богу, и были святы. Пусть Господь поможет нам. Быть святым, это не значит, чтобы мы как-то особо это выделяли внешне, но это прежде всего наше хождение пред Богом, наша повседневная молитва, наше общение с Господом. Вот смотрите, апостол Павел, когда он говорит о себе, о своем хождении, о своей святости, то он говорит, что я стараюсь поступать так, чтобы меня не осуждал Господь. Вот первое послание Коринфянам, четвертой главе, он здесь дает характеристику своему служению. Первое Коринфянам, четвертая глава, он говорит, «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Первое Коринфянам 4, 2. «Для меня мало значит, как судите обо мне вы, как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываясь, судья же мне Господь». Ведь я ничего не знаю за собой. Я привык поступать так, чтобы меня не осуждал Господь. Проверять свое хождение, проверять, вот лично я, не допустил ли я в этом вопросе отступление. Мне не важно, как другие, а как я лично. И поэтому апостол Павел мог сказать в этой же четвертой главе, мы читаем, что он говорит, «Подражайте мне, как я Христу». Первое Коринфянам 4, 16. То есть следуйте за Христом. Делайте это так, как делают другие богобоязненные люди. Братья и сестры, поэтому будем помнить, что Господь наш свят, да, что Он нас очистил, Он нас оправдал. И Он сегодня ожидает от Своей Церкви, что мы будем чисты, что мы будем действительно ожидать, как тот Симеон, о котором мы сегодня рассуждали, ожидать встречи с Господом. И эта встреча для нас желанная. Эта встреча для нас, она не устрашает нас, да, она встреча, которую мы ожидаем, потому что мы готовы, потому что мы чисты, потому что мы очищаемся, мы идем по этому направлению. А если мы где-то споткнулись, если где-то в нашей жизни было что-то нечистое, да, то есть источник, к которому мы должны прийти. Есть Господь, который желает нас подготовить, желает нас очистить, желает нас приблизить к себе. Поэтому пусть Господь в этом поможет нам с вами. И пусть Господь поможет нам также быть мудрыми в свидетельстве неверующим людям. Христос, будучи святым, будучи праведным, не нарушая отношения с Отцом, но Он принимал людей грешных, Он принимал нечистых, Он принимал тех, которых все осуждали, от которых все отворачивались, но Он им протягивал руку помощи, чтобы их освободить, их очистить. И нам этому также необходимо учиться, чтобы люди отверженные, да, но не отверженные Богом, через нас услышали слово спасения, слово свидетельства и тоже имели вечную жизнь. Пусть Господь благословит нас, укрепит наследование за Ним.